Доброго дня, дорогие друзья и участники конференции. 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 что нет так называемой однии думки, даже на такие, ну, возможно, как же, так называемые события из истории 20-го столетия. Поэтому я видел, кто выступает, я видел, какие будут ответы. Мне самому было бы очень интересно услышать всем. На жаль, мне не нравится это сделать, но хотелось бы, чтобы наши студенты, чтобы наши гости услышали все думки, которые будут на этой конференции. Как историку-античнику, мне не только я, больше историков-античников заздрили новостям, историкам, которые занимаются новой и новой историей, именно из того, что очень много джерел. Для нас один или два нарутили – это уже победа. А для историков 20-го столетия их настолько много, что, на первый взгляд, кажется, что только, да, собирай, только описывай, и вся история уже будет оттворена. Но мы понимаем, что, конечно, вам, возможно, даже важнее, чем нам. Потому что джерела, они бывают разные, это понятно. И проблема, которая принесена в проблему конференции, работа с джерелами, джерелами новой истории, как на мой взгляд, она намного важнее, чем работа с, возможно, очень интересными, но более известными джерелами из истории античности. Понимаете, что документы, официальные документы, мемуары, спогади, что устная история – это все даёт очень большой объем информации. Но мы все понимаем, как эта информация может быть або ж нагмисно, або ж не нагмисно спотворена. И поэтому проблема, которая поднимается в конференции, на наш взгляд, действительно мает право на изнувание. И остается только побажать всем участникам конференции, отвечающим, слушающим, приятной дискуссии, приятного обговорения каждой ответственности. Ну а мы, с боку исторического факультета, сделаем все, чтобы ваша работа была интересная и комфортная. Поэтому всем спасибо за участие в конференции. Дякую. Дуже дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ Дуже дякую. И далее слово для привитания. Я хотел бы с великой радостью надеть Сергею Посохову, заведующего кафедры историографии и археологии. Я также вас приветствую с этой конференцией. Что сказать. Тема действительно сложная. Ранее про это не могли бы не вспомнить. Теперь все пишут о трагедии, все пишут о память. И в этих условиях иногда, когда, мне кажется, что такой закон, насколько он необходим. Но, тем не менее, если сказать, в чем сложность. Сложность поляга в том, что историк, когда так стоит проблема, в том, что происходит между двумя такими, я бы сказал, викликами. Первое – это такие моральные нормы. Потому что мы понимаем прекрасно, что жизнь – это найвищая ценность. И ясная вещь, что если идет о насильные действия, о смерти, то тут, здаясь, обовязковым зазначити винных. Так само, инший виклик – это виклик идеологии, или пропаганды, если хотите. Это такой вариант, когда каждая группа, которая, возможно, за влиянием, но прагне до певного погляду на майбутнє и минуле. И в связи с этим, историку также сложно стоять против певного такого тиска, который существовал и существует сегодня. И, возможно, даже сегодня, когда есть панувание такой мультимедийной культуры, то это также еще сложнее. И тем важнее, что эта конференция, кроме этой части, которая сконцентрована на объекте, есть заголовок, как работать с джерелами. Потому что кроме этих двух дискурсов, морального и политического, или идеологического, лучше сказать, есть еще третий выбор, есть еще третий дискурс, это дискурс науковый. И, конечно, мы прекрасно с вами понимаем, что информацию мы получим из джерел, но как отримаем, как работаем с этими джерелами? Потому что люди умеют читать из дитинства. И некоторые считают, что если он умеет читать, то и достаточно. Мы с вами понимаем, что есть фаховые нормы, есть певные работания, которые требуют от нас певного ставления до этих джерел. И, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что и в межах такого нашего фахового подхода есть различности. Традиционно, раньше, надавали особое доверие официальным документам, а про мемуары сказали, что они очень субъективные. Это наиболее субъективные джерела, так написано в подручниках джерелознавства. Сегодня, кажется, все наоборот. Кажут, что официальные джерела, особенно относительно XX столетия, то они доверие не вызывают, а вот свечения, то очень важные. Но сколько должны быть свечения? Какие должны быть свечения? И от кого должны быть эти свечения? Чтобы сказать, что эти факты являются достоверными. Это проблема, которую мы с вами вырешиваем, конечно, каждого разу, конкретно рассматривая конкретные джерела и обработка их належным чином. Даже сегодня я студентам скажу про то, что уже есть свои принципы работы с памятью, коллективной, там, «Алейда Асман», «Довга тень минулого», когда эти принципы записаны. Не можно делать это, не можно делать это, но прописать легко, а вот сделать это сложно. Я уверен, что во время такого общения на фаховых конференциях мы сможем с вами улучшить наше понимание не только минулых событий, даже таких сложных, трагических, но и, возможно, лучше понять, как функционирует наше пилотовариство, лучше понять социальные функции историка, и, возможно, лучше понять, что имел на увазе Поль Рикер, когда сказал про «Справедливый память». Что это такое «Справедливый память»? Чи можливо воно вообще? Как? 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 Каковар Как квитня мае бути презентація цієї книжки то я нам розкаже почитаю лекцию і трошки розкаже про цю книжку власне кажучи що вона є щодо того ця книжка дуже є цікаво є трошки переглядав мав таку честь таку змогу трошки і переглянути перед початком конференції і скажу що це дійсно є великий-великий такий крок вперед розвитку студії Голокосту тому що я скажу честно коли я вперше приїхав до початку 2011 році і коли я відвідував власне кажучи цей центром бадання заглади жидов перше і я був дуже вражений власне кажучи тим що цей центр пішов набагато 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 кроків вперед ніж це виглядає наприклад тій же Україні з дослідженням Голокосту по-перше цей центр має велику кількість видань постійних видань польською мовою видання які перекладаються англійською мовою цей центр видає періодично журнал який називається заглади жидового Голокосту або знищення євреїв і він постійно проводить дуже якісні конференції до речі ще я хочу сказати що одна з попередніх скажімо так от монографії Юдин Якт яка вийшла з тисячі 15-му році вперше польською мовою була перекладена декілька мов яку написав Ян а була перекладена і англійською мовою і євритом і я думаю ще чеською мовою янзик так теж так що ми сьогодні маємо дійсно зустріч з зіркою історичної науки і зіркою дослідження Голокосту Дякую за перегляд!